Преодолеть барьеры и стереотипы в отношении людей с ограниченными возможностями, о том, как эту проблему решают родители вместе со своими особенными детьми, рассказали сегодня члены общественной организации «Дорога и добра». В Кирове прошла научная конференция, посвященная этой актуальной теме. Помочь детям с ограниченными возможностями найти друзей – задача проекта «Давай дружить». Его автор – Антон Владыкин, ученик авиатской гуманитарной гимназии. Несмотря на особенности своего здоровья, Антон занимается в музыкальной школе и за студией, ведет общественную работу в своем классе и гимназии. Он сам еще не понимая этого, он уже учится держаться перед аудиторией, он уже учится рассказывать, иногда отвечать на вопросы, которые дети могут задать, сами не подозревают его, удобный этот вопрос для него, неудобный. Но пока таких вот особо шикатливых вопросов не было, но тем не менее он уже, это важно для ребенка и в будущем для человека вот с такими особенностями, да, находиться в коллективе и уметь себя держать. Победа во всероссийском конкурсе «Я лидер» подарила Антону возможность побывать в Параолимпийском Сочи. Эта поездка вдохновила ребят на новые успехи и усилила уверенность в том, что возможности каждого человека безграничны, стоит только захотеть. В другой аудитории участники конференции испытали, каково это жить с ярлыком, который навешивают на тебя другие. И хотя это просто игра, было не очень приятно узнать, что оценка окружающих зависит от стереотипов. Так и в отношении людей с инвалидностью, многие не готовы считать их полноценными членами общества. Каждый из нас в принципе чем-то ограничен. Мы не умеем летать, кто-то не умеет плавать, писать стихи, петь, рисовать, не важно что. У всех у нас есть свои особенности. Но это не означает, что нас надо делить по этим особенностям и закрывать нам вход в ту или иную социальную среду. Однако разрушить барьеры полностью пока не получается. Для этого нужно совсем немного. Просто повернуться друг к другу лицом. А люди с ограниченными возможностями доказывают, что могут вести активный образ жизни, если для них будут созданы необходимые условия. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести, Кировская область.